Номер 1151. События дня. Псалом 48.2. Слушайте сие все народы, Внимайте сему все живущие во вселенной, И простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость и размышления Сердца моего знания. Вот объявление дано. Тормозните и прочитайте. Умерла сестра 42 года. Дети остались четверо. Может кто-то поможет, потому что они подрастают. Просто тормозните и увидите как. Мир вам, дорогой Игнатий Тихонович. Благодарю вас, что продолжаете молиться о моем муже Патрике. Спаси Христос, Господи благослови. Смотрела ваш видеоролик. 52 года в пути. Это название ролика. Латвия. Венспилс. Ну, при том это все там говорят так об этом ролике. И плакала, и молилась вместе с вами. Пусть Господь даст вам многие силы терпения в продолжении несения слова Божьего людям. Игнатий Тихонович. Вот такой вопрос насчет йоги, отношения православия к ней. В мою лечебную гимнастику для укрепления мышцей после травмы входит несколько упражнений на растяжку из йоги. В них нет никакой медитации, йоговского дыхания, только растяжка. Если я не ошибаюсь, православие отрицательно относится к йоге. А считается ли грехом выполнение только упражнения на растяжку из йоги, без медитации, специального дыхания? Спаси Христос и храни вас Господь, Юлия. Ответ. Есть и другие упражнения, а их тысячи. И без этих растяжек никак уж нельзя. То внесите какой-либо элемент в эти упражнения и повторяйте Иисусова молитву. И никак и нигде с йогой не связывайте. И уже не называйте эти упражнения на растяжку, связываясь с этой бесовщиной. У нас в лагерь приезжала одна женщина, которая занималась этой пакостью. И хотя она согласилась со мной, похоже, что не оставила эту дурь. И так она сошла с ума, и сын ее сделался полоумный, на психучете инвалид. Когда я был в Жорданвильском монастыре, недалеко от Нью-Йорка, то мне один православный американец сказал, что были исследования и узнали, что в земном поклоне, когда голова, руки ладонями возле головы, и голова касается пола, то в этом земном поклоне участвуют абсолютно все шарниры в организме человека. До самого последнего мизинца. Вот что нужно делать. Роман. Вот прочитайте, что он говорит. Наталья. Ролик такой, Борис говорит. Слава Богу, что признается, сами мужчины виноваты, что такие женщины стали, да еще хохочут. Тут плакать надо. Это подкаблучник, говорит Андрей. Так еще в спещеннике, говорит, ломиком рога эти ломать надо. А я выставил материал, и она златоуста. Уже ни в кулаке, ни стиральная машинка не поможет. Сейчас наоборот, женщина выбирает мужчину и предлагает руку и сердце. Так не ископали ужас, во что превращаются люди, даже животное так не делают. Тут батюшка не сказал, как надо делать, чтобы не было препятствий в молитвах. А от мордобоя в домашняя церковь распадется. И она златоуста мужьям, говорит, и вам мужьям скажу. И дальше вот читайте вот отсюда. Тормозните и прочитайте. Ну, это я по-английски уже тут. Кто пожелает, значит, англичанам послать. Алексей Игнатий Тихонович, поберегите себя, пожалуйста. Зачем вы столько времени и сил на эту рулетку тратите? Так же издевается над вами. Передайте кому-нибудь другому эту работу. Сегодня выставляли некоторые видео. Это же кошмар. Вас жалко очень. Извините, просто вырывается уже. Лидия, дорогой Игнатий Тихонович, посмотрела некоторые наши беседы и ужаснулась. Увидела такую даму с амбициями, лезвящая со своими советами. Нет слов. Только прошу прощения и на скайпе больше не выхожу. А вам огромное поздравление в работе с рулеткой. Это 33 с решеткой. Где вы молитесь? Этот ваш пациент не шелохнулся на протяжении вашей долгой молитвы? Это победа. Но заметили ли вы, что камера переворачивает изображение? Получается, что вы креститесь левой рукою. Как бы наших мусульман и молодежь не вести в соблазн. Или еще ваших врагов. Вот секта-то, а где крестятся неправильно? Снова прошу прощения за назидание в кавычках. Я отвечаю, это зеркальное отображение. Такое свойство зеркала. Ничего нет. Наталья, мир вам. Я благодарю за запись занятий. Прослушивая и удивляюсь, столько времени проводим занятия. Игнатий Тихонович спрашивает такие легкие вопросы. И никто не отвечает, особенно романтов, роликов-то. Где он, его понимание о благой вести? Почему Сергей не спрашивает братьев, особенно романа, Который достает всех, особенно новичков? А сам и два слова правильно не может сказать. Голоса пьющего в пустыне. Никто не понимает, о чем идет речь? Создается впечатление, что никто ничего не знает. И зря столько времени занятия посещали. И как, и кому могут что-то повзестить-то, Если не могут ответить на такие легкие вопросы? Столько раз это разбирали на собрании в общине, Особенно Игнатий Тихонович и Игорь Дыбунов. Печально. И снова один Игнатий Тихонович отвечает. Жаль, не могла присутствовать на занятиях. Это интересное было. Роман. Я тоже не совсем мог присутствовать. Был в другом городе в гостях. Рассказывал об отсутствии запрета молиться святым, О возможности обращаться ко Господу слава ему. Через его святых. На примере Моисея преображение Господня. Мир ему. Наталья, интересно, как вы одновременно могли кому-то о чем-то говорить-то И в то же время записывать, и быть на занятиях, и в пятницу на занятиях. Вы же молчали? Занятие было интересное. Если опять еще раз пройти этот же урок, То снова будет тишина, и все будут молчать. Одна Ольга отвечает, и Николай, и Володя. Ну, Володя понятно. Он всегда приучитель. И должен выше нас быть-то. Не первый год учится у ног Христа. И Никита тоже раньше хорошо отвечал. А сейчас как будто святой воды в рот набрали. Наталья, надеюсь, вам видно, как вы задаете вопрос. А как отвечать, так испарились. На вопрос. И Николай получил ответ в полноте. Зато я люблю и уважаю Тихона и Игнатия. Ну, так по порядку считайте, что тут написано. Александр пишет. Кого десятину жертвовать? Юрий Соболев говорит. Как его коснулось вот этот ролик в народе. Тоже возьмите и просчитайте. Тоже сгодится. Вот ссылка с синим здесь. Ну, и еще что сказать. Наши ресурсы посмотреть. Вот мой мир. Ну, мой мир. Это очень хорошая система. Я люблю ее. Вот где я в шапке, сюда и заходите. Андрей Лебедев просится. Вот сейчас прямо просится. Ну, давай посмотрим, как я принимаю. Андрей, фотографий нет. Почему? 30 лет Тула. И что у него есть? Пообщаемся. Но от него это не зависит. Но еще принять. Принял. Вот где вы, друзья. Теперь я ему наши ресурсы сброшу потом. Это вот наш православный форум. 1600 тем. Ну, и вот православный видеоканал открытым оком о свете Библии. Что-то тут такое не поставишь. Поставишь, не видно. Ну, вот так вот. Я, как владелец, очень недоволен. Вот как гость видит. Теперь посмотрим, как гость видит. Вот тут все понятно. Вот сегодня я поставил 3, 4, 5. 5. Вот это. Ну, и вот наш тоже открытый, как видеоканал. И во свете Библии православный библейский сайт. Было воскресный день вчера. Как всегда, встал я в 3 часа примерно или чуть попозже. Вот 4, 40. Все остальные встают. Я печку затопляю. Дальше Володя идет в храм, затопляет. Богослужение без батюшки. Потом собрание. Трапеза и занятия. Все это будет выставлено. Собрание уже выставили. Вот. А потом вечером еще занятия по скайпу будет. Днем я вождился тут с голубями, с воробьями. Ну, все на этом тогда. Богу слава. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.